Топ самых мракобесных мифов про Ленина и Великую Октябрьскую революцию 1917 года. На третьем месте вырваны из контекста цитаты из антисоветской пропаганды 80-х-90-х годов, якобы показывающих ненависть товарища Ленина к религии. Этот миф разоблачается путем поиска первоисточника из полного собрания сочинений Ленина в интернете. Например, вводим нашу любимую цитату «Всякий боженька есть труположество» и попадаем на коммент к контенту Макса Горького. И видим, что словом «боженька» называется не христианский бог, а богоискательство и богостроительство, которое у нас не одобряется. В христианстве надо не где-то искать бога, а изучать богословие по учебнику. На втором месте миф о том, что коммунисты расстреливали, сажали в тюрьмы за веру в бога. Из истории мы знаем, что любая власть защищает себя от тех, кто хочет эту власть свергнуть. Только власть святого царя Николая II, недовольных рабочих и крестьян, расстреливала боевыми патронами и рубила боевыми шашками без суда и следствия. А советская власть своих врагов судила и наказывала только тех, в чьих действиях находила состав преступления. И почему-то у одних священников находился состав преступления, причем по предварительному сговору, с кулаками, подкулачниками, белогвардейцами, а то и вовсе с мародерами и бандитами. Сам поп, понятное дело, никого не убивал, вот только после его антисоветской проповеди вдруг возникали беспорядки, с разрушениями и жертвами, которые устраивали его духовные чада. Ну и как называть действия этого попа? Ну, например, организации преступления. А другие священники, монахи, церковные работники, почему-то наоборот, поддержали и февральскую революцию, и октябрьскую революцию, и даже советскую власть. И советская власть не репрессировала за веру в Бога тех, кто ее поддержал, а дала им в пользование лучшие храмы. Например, храм Христа Спасителя в Москве. А на первом месте миф о том, что Ленин и большевики-коммунисты свергли царя Николая II. Монархию в России свергли не коммунисты и даже не большевики, а ФБР. Ха! Новая конспирологическая теория. ФБР свергла царя Николая II. Звучит патриотично. Реальность такова, что монархию действительно свергла ФБР. Но только не федеральное бюро расследования, а Февральская буржуазная революция, которая свергла монархию и передала власть Временному правительству. А Великая Октябрьская социалистическая революция свергла Временное правительство и передала власть Советам рабочих, гостянских и солдатских депутатов. Изучайте историю и не позволяйте мракобесам обманывать вас. Субтитры создавал DimaTorzok